Актуальный разговор Программа обещает быть интересной, животрепещущей. В гости мы сегодня пригласили Юлию Лукашенко, клинического психолога. Юль, вопросов множество. Вот если у человека беспорядок в комнате, означает ли это, что у него такой же бардак в мыслях, в голове, в личной жизни, в делах, патологического неряху? Можно из него сделать аккуратиста? И наоборот, фанатичный аккуратист, он рискует какое-нибудь психиатрическое заболевание? Очень много вопросов. Да, вопросов много. Давайте начнем с первого. Что наука психологии вообще говорит? Это не отклонение? Ну, это вы так, сразу решили прямо в клиническую психологию идти, да, отклонение, отклонение, это уже больше психиатрия. Давайте просто, вот сейчас имеют место две тенденции, две крайности, так сказать. Говорят, что если у вас бардак на столе, то у вас бардак в голове. Одна тенденция. И другая тенденция, что если у вас все упорядочено, то вы не творческий человек. Скучный. Да, скучный, такой прагматик, рациональный, и ничего сотворить вы не можете. Это вот две такие совершенно крайности. Но, как всегда, золотая середина – это вот то, что надо. Мы должны стремиться к золотой середине. Тогда вопрос, который меня лично интересует, очень лично, как мать, как женщину. Стремление к упорядоченности, к чистоте, к уюту, оно врожденное, потому что я знаю детей маленьких, у которых удивительным образом, совершенно удивительным образом, это чувство уже было в два с половиной года, в три. Это же можно наблюдать за тем, как ребенок играет, как он все это складывает, как у него куколки, тряпочки, машинки в рядок стоят. Это же удивительно. Ощущение такое, что он с этим родился. Либо приобретенное, когда человек в возрасте говорит, а, в молодости у меня в комнате был бардак, и мама ничего с этим поделать не могла, меня постоянно ругали, а потом я стала жить один или стала жить одна, вышла замуж, и мне стало приятно наводить порядок, уют. Я почувствовала это желание, стремление к этой упорядоченности. Так приобретенное или врожденное все-таки? Я все-таки считаю, что приобретенное, потому что то, что вы описали, врожденное, может быть, это даже как аномалия. То есть, конкретно сейчас, о каком ребенке шла речь, я не знаю, поэтому, естественно, диагнозов ставить не буду. Ребенок, когда играет, он не свойствует, что это куда-то складывать. Да, поэтому любовь к порядку надо прививать. Если родитель хочет, чтобы ребенок складывал свои игрушки за собой, этому надо научить. И, естественно, научить это... Показать, показывать, систематически показывать. Показать, а сделать это вместе с ребенком. Вы правильно сказали, вместе с ребенком. Не вместо, а вместе. Понятно, что родитель это сделает быстрее. Он делает за две минуты, а ребенок это будет делать полчаса. Но если этого не давать ему сделать, ну полчаса, ну час он будет убираться, он никогда этому не научится. И еще одно правило, конечно, поблагодарить. Потому что некоторые родители считают, что он должен игрушки убирать. Никто никому ничего не должен в этой жизни, в том числе и дети. И если вы его научили, приучили, рассказали, почему хорошо игрушки убирать, что будет после этого, там, игрушкам станет хорошо, ему станет хорошо. Ну родители, существа обычно креативные, они придумывают это дело. И правильно делают. Одна наша ведущая, наша коллега делила с опытом, она говорила, что она рассказывает своей дочке трехлетней, что если игрушки на место не убрать, они обидятся и уйдут другим деткам, которые убирают их на место. Это вариант народного творчества устного. Кто-то там какие-то ящички разноцветные придумывает, кто-то надписи на этих ящиках делает, как вот этот домик для кукол, этот домик там для слонят, этот домик еще для кого-то. Раз родители столько творческой энергии, так сказать, подключают вот к этому вопросу, значит, это ведь кому-то нужно? Это вот для чего он вообще нужен? Он вообще нужен порядок? Прежде всего, это нужно родителям, конечно, почему-то. Почему? Детям хорошо, но это корнями уходит все-таки в наш рептильный мозг. Рептильный мозг – это та часть мозга, которая отвечает за нашу безопасность. И когда, например, пример сразу приведу, вы гуляете по шоппинг-центрам, либо по музеям, казалось бы, ничего там не делаете такого, картины смотрите, а приходите домой, вы устали. Вот откуда это берется? Почему? Отчего устал человек? На самом деле работа рептильного мозга была колоссальная. Рептильный мозг всегда следит за нашей безопасностью. И если вокруг что-то новое, чем больше этого нового, тем больше ему нужно отслеживать, нет ли откуда какой-то угрозы, не приходит ли. В музеи и в шоппинг-центрах огромное количество чего-то нового. И поэтому весь рептильный мозг задействован, он работает очень активно, и вся энергия наша внутренняя уходит туда, на обеспечение нашей безопасности. Применительно к порядку, беспорядку. С бардаком играешь. Та же самая штука. Когда бардак, и мы к нему привыкли, для рептильного мозга он уже не представляет опасности. И нам кажется, что все и так хорошо. Но приходит новый человек, и для него эта территория, она новая, она опасная. Куда она ступит, не упадет ли это на голову. И он сразу говорит, почему у тебя в доме такой бардак? Что очень часто бывает причиной как раз супружеских конфликтов. И у людей, которые стали вместе жить, если воспитывались они в разных способах воспитания. Какая-то семья аккуратистов или семья, например, людей более творческих профессий. Мы уже понимаем, что это самая частая история. Ведь когда встретились два одиночества, каждое одиночество росло в своей родительской семье, где было принято так, а здесь эдак. А как их в результате помирить, поженить? Я понимаю, что каждый день сейчас задает свои границы. Вот куда он бросил носок, это, видимо, один край его границы. Куда она положила косметичку или раскидала обувь. А как в результате договориться в таком случае? Я слышала даже такое выражение, но оно такое, знаете, очень обиходное и не очень приличное. Он метит свою территорию. Ну так и есть. И она с таким же успехом, она может метить свою территорию. А как договориться? Договориться, вот видите, корень, да, слово договориться. То есть только разговаривая. Если один человек, я же тебе сказала, что надо убрать, пока ты не уберешь, я с тобой разговаривать не буду. Вот это не выход. То есть пока мы будем молчать, обиды будут расти, и в результате, ну, в развод все-таки не хотелось бы разводиться, как сказать, лодка разбилась обыт. Вот не хочется, чтобы так было. Все-таки лучше разговаривать. А вот прям практический совет, вот в этом разговоре, что в качестве аргумента можно предъявить, проговорить, обозначить в качестве аргумента? Потому что человек, я понимаю, что есть контраргумент. Мне так удобно. Ты же за меня замуж вышел, ты же на меня женился, мне так удобно, давай я не маленький, не учи. Вы знаете как, все-таки, во-первых, обозначить, говорить, как я-сообщение, что такое я-сообщение. Не говорить, что ты такой-то плохой, вот и так далее, а говорить, вот ты знаешь, когда ты делаешь так-то, не ты плохой, то есть не вся личность, а ты делаешь так-то. То есть уровень поведения только, да. Я чувствую себя так-то, я чувствую, то есть я говорю про свои чувства. Я не говорю, что ты плохой, а я чувствую себя при этом так-то. И человек понимает, что сейчас его не уничтожают, его там не сравнивают с грязью, а просто рассказывает о своих чувствах. И если у вас действительно в основе отношений любовь, однозначно это вызовет какой-то отклик. И однозначно ваш партнер, ваш поймет, во всяком случае, приложит к этому какое-то усилие. Вот мы начали говорить о том, вообще нужен ли кому-нибудь порядок. Выяснили, что родителям он нужнее, чем детям во всех этих креативных историях. Но с другой стороны, вот давайте посмотрим на наш экран. Вот рабочий стол, прекрасный, чистый, образцово-показательный рабочий стол. Сиди и работай, ничего тебя не отвлекает. Вот другой рабочий стол. Тут, как положено, творческий беспорядок. Тоже все под рукой, казалось бы. Как вы думаете, в какой ситуации, где продуктивнее будет работать? Ведь не зря же порядок для чего-то и кому-то нужен. Я думаю, что вот второй вариант все-таки будет продуктивнее. Второй этот? Вот этот? Захламленный? Вот тот самый, захламленный, с ленточками, с какими-то, даже с кусочками торта. Еда, чай, лимон, веревки. Потому что, на мой взгляд, он живой. А тот, он какой-то... Вы знаете, даже Альберт Эйнштейн сказал такую интересную фразу. Ну, если предположить, что бардак в голове – это бардак на столе. То есть вот наоборот. Если стол – это бардак, то значит бардак в голове. То такой же бардак в голове. То что же тогда обозначает вот тот самый пустой стол? Так, наш пустой. Да. Что же это значит? Это ведь сказал гениальный Эйнштейн. Имеет смысл прислушаться? Пожалуй, да. Мы проводили опрос среди наших подписчиков в нашей группе ВКонтакте. Мы спрашивали у них. А вы любите порядок? Варианты этот были такие и ответы были такие. Нет, меня устраивает бардак. Мне не так комфортно. 15% ответили. 72% тут я ликую. Тут я не могу сдержать своего пристрастия. Пристрастия ответили «люблю порядок и постоянно его навожу». Мне все равно, что творится вокруг. Главное, что внутри. 12, практически 13% ответили так. Но вот тем не менее, вот ведь такой расклад. Ведь большинство людей получается стремятся к порядку. Значит, он нужен для того, чтобы, не знаю, элементарно, быстрее находить вещи. Быстрее ориентироваться в своем знакомом хотя бы пространстве, как минимум. Хотя, опять-таки, слышала. Вы знаете, как? Все-таки наведение порядка нужно более для того, чтобы успокоиться. Потому что любая структура успокаивает наше сознание. Не для продуктивной работы, не для продуктивного напряжения. Если вы будете в спокойном состоянии сознания, вы в любом случае будете работать более продуктивно. Это однозначно. Понимаете, если мы испытываем тревогу, а тревогу мы испытываем больше всего от чего-то нового, от перемен, мы эту тревогу должны как-то унять. И у каждого человека способов масса. Один из способов – начать убираться. Очень часто в стрессовых ситуациях, перед экзаменами, перед какими-то, ну, предположим, там, на работу человек на новую идет, или еще что-то, он начинает делать уборку дома. Надо, чтобы были заняты руки и свободна голова. Это не из-за того, что он хочет, чтобы сделать чистоту в квартире. Это не из-за этого. Он хочет очистить что-то еще. Множество тестов существует в интернете. Нашла я, когда готовилась в программе, чтобы проверить, так сказать, свою тягу к порядку, к упорядочности. Разного рода вопросы, они все… Принцип происхождения их ясный, конечно. Вот на некоторые хочется отвечать. Да, да, это про меня, это я такая хочется сказать. Например, можете ли вы сказать, куда потратили каждую копейку? Могу. Теряете ли вы важные документы, бумаги? Нет, никогда не теряю. И с гордостью об этом заявляю. Заметив кривую висящую картину в комнате, вы остановитесь, поправите ее? Ну да, думаешь ты, и уже начинаешь задумываться, это нормально. А нормально, если тебе трудно передать свои обязанности другому человеку? Если ты раздражаешься, когда у тебя берут вещи, берут вещи, не возвращают их на место, какой-то привычный порядок вещей, дел тоже нарушается, и это реально вводит человека из себя. Это навеивает мысль о том, что фанатичное пристрастие к этому порядку, это же тоже, у него же, наверное, тоже есть обратная сторона. Ну, это давайте не будем переворачивать все. То есть где причина, а где следствие? То есть почему вы так фанатично хотите навести порядок? Причина в чем? Что вы хотите упорядочить? Быть может, не салфетки, не горшки с цветами, а что-то другое. Скорее всего, да. Вот давайте там пороемся. Способ такой, ну наведите в конце концов. Откуда тревожно взялась, вы хотите сказать? Откуда она взялась, что хочется поправлять картину? Оба комнате сделайте свою территорию вот такой вот, вылежьте ее один раз. И отследите вообще, вы можете расслабиться в этой территории или нет. Или вам еще что-то надо, и еще что-то надо, и еще что-то надо. А значит, вам нужен непорядок, значит, вам нужно что-то сделать со своей жизнью. То есть уход в уборку, это, скорее всего, именно бегство от решения более сложных проблем. Какие-то особенности есть у людей, которые склонны к порядку, к наведению порядка, к жизни в порядке? И наоборот, кому все равно? Какие-то особенности? Конечно. Как мы пытались проговорить, что одни стабильные, шаблонные, предсказуемые? Это те, кто любит порядок. Ну да, опять же, крайности, да, опять же, крайности. Все самые прагматики, стабильные, предсказуемые, и с другой стороны, люди творческие, да? Вы сейчас об этом, наверное, говорите. Да. Но не всегда у творческих людей беспорядок в их мастерских, вот отнюдь не всегда. Да, часто мы заходим в мастерскую художнику и видим, что там, значит, дым коромыслом, но художник в этом дыме коромыслом живет, он знает, где у него какой холст, он знает, где у него какая-то краска. И этот беспорядок для нас, порядок для него. Вы мне до начала программы рассказали эту историю, свою личную, о том, как вы изучали содержимое этих мастерских, чтобы понять, а применимо ли это к вам? Вы знаете, с некоторого времени я стала писать картины, и в конце концов пришла к выводу, что мне тоже нужна мастерская. Ну и так как человек-то я основательный, с психологией все-таки. Начала изучать этот вопрос, прям прогуглила все, как же выглядят мастерские художников. Они очень разные. Есть мастерские, вылизанные до просто вот, до нельзя, как говорится. А я заметила за собой, что если у меня кисточки и краски все разбросаны, то мне не хочется идти и что-то там творить. Мне нужно все разложить по полочкам, и тогда я сажусь и пишу картину. Другой вопрос, когда я уже в процессе. Когда идет процесс, у меня кисточки могут отлетать и на другую сторону комнаты, и краска с нами буду. Я сама вся буду в краске, и это будет нормальный процесс. Это будет не бардак, это будет творческое состояние потока. Вот тебе и постулат, что у художника непременно должен быть беспорядок. А бывает и порядок, и вполне себе порядок бывает. Да, да. Поэтому вот оценочность такая, что вот это плохо, а это хорошо, думаю, не стоит этого делать, потому что, ну, оценочность, она и есть оценочность. Мы же уже не школьники, там двойка-пятерка. С другой стороны, ведь целая индустрия сейчас очень развита, индустрия домашнего уюта, очень много целых серий средств различных по уборке, по наведению чистоты, аромата в комнатах. Интерьер – это вообще просто отдельная философия. Люди сейчас насколько активно занимаются обустройством своего дома, нанимают дизайнера, потому что им хочется уюта, порядка, кому-то минимализма, кому-то там приверженности определенного стиля хочется. Это ведь тоже неспроста. Значит, тяга какая-то внутренняя у любого человека к этому изначально есть. Другое дело, что в процессе может все пойти. Наверняка слышали, есть такая книга «Искусство уборки», японская, «Японский способ наведения порядка». Сейчас скажу, Мари Кондо, автор этой книги. Это, в общем-то, нашумевшая достаточно книга, по ней уже даже мастер-классы созданы. Женщина, которая много лет изучала, а как же сделать так, чтобы дом был в идеальном состоянии. И она пришла к такому выводу, что, в общем-то, два постулата всего есть. Нужно, во-первых, выбросить все, что не нужно. И второй постулат – положить по полочкам то, что останется. А вот как сделать вот это, выбросить, что не нужно, вот здесь уже вопрос. А что вам не нужно? Она предлагает такой критерий. Греет душу, не греет. Приносит радость, не приносит радость. Я беру вещь и спрашиваю себя. Приносит она вам радость? А если нейтральное состояние? Лучше выбросить. Лучше выбросить? Конечно. Вот с точки зрения японской системы лучше выбросить. Но, опять же, у нас, людей, наследников советского периода, вот так вот бросать… Эта система не подходит, скажи я вам. Люди, которые хранят на балконе одну лыжу, скажи, они нас не поймут. А вдруг пригодится? Конечно. И пригодится. Именно в тот день, когда выбросишь, к вечеру пригодится. А другая крайность, когда синдром Плюшкина. Все в школе учились, все гугли читают. Синдром Плюшкина. Или его еще синдром Месси называют. Да, но в России больше про Плюшкина, в Америке больше про Месси. Все верно. Это вот до этого можно себя довести абсолютно безразличием к порядку? Это приобретенное или, опять-таки, это вот если человек есть, то было всегда? Ну, вы знаете как, это все-таки заболевание. Это все-таки заболевание. И есть определенные критерии, когда уже следует обратиться к врачу. Ну, и даже не психологу, а психиатру. Если есть страх перед наведением порядка, и есть прям устойчивое нежелание избавляться от вещей, причем от вещей, которые уже сломаны, которые уже не нужны, и вы, не дай Бог, наблюдаете это у своих близких, тогда не стоит стоять, ну, я не знаю, с пушкой у виска близкого. Вы ему этим не поможете и себе не поможете. Ведите его к врачу. И разбирайтесь, а что случилось. Потому что причинами этого заболевания может быть и травма, может быть неправильная химия мозга, в том числе может быть и депрессивное состояние. То есть это может быть как врожденный дефект, так и приобретенный дефект. Это только окружающие могут заметить, да? Ведь сам же он никогда себе в этом не признается в человеке, если он болен. Ну, сам человек считает, что у него все хорошо. Да, у него все в норме. Да. А давайте напоследок, у нас совсем немножко времени остается, дадим полезные советы. Что сделать с взрослым и с ребенком, чтобы кратенько, чтобы, так сказать, было, ну, хотя бы комфортно. Мы сегодня решили, что мы не за одних и не за других. Мы посерединке где-то. Точно, точно, мы посерединке. Что делать с ребенком? Что делать с ребенком? Ну, прежде всего, не делать за него. Если вы хотите, чтобы он умел наводить порядок, научить. Вместе с ним проделать. Делать это вместе с ним. И причем столько, сколько надо. Если ребенок учится медленно, ну, значит, делайте много раз. И третий пункт обязательно. Благодарите. Ребенок никому ничего не должен, так же, как и вы никому ничего не должны. А то какой стимул? С взрослым, с ним сложнее? С взрослым немножко сложнее, потому что причин этого состояния у взрослого может быть несколько. Может быть, то, что у него была какая-то семья очень жесткая, и его заставляли в этой семье постоянно убираться, и в результате он вырос и не убирается именно как доказательство своей взрослости. То есть он просто тупо, извините, не сумел повзрослеть. Что с ним делать? Это может быть такая причина. Прямо буквально один предложение. Разговаривать. Только разговаривать и объяснять ему, что, ты знаешь, мы же взрослые люди, ну, давай, хорошо, я пойду, поготовлю обед, а ты, пожалуйста, прибери здесь. То есть как два взрослых человека. Не становиться в позу мамочки. А ну, давай, убирайся. Просто вот разделить как бы обязанности. Спасибо большое за советы, за добрые, за полезные, актуальные советы. За то, что время нашли к нам сегодня прийти. Спасибо, Юля. Вам спасибо. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили о том, что бардак в комнате обязательно ли означает бардак в голове?